И снова обещания. Свежие, отдохнувшие на каникулах депутаты грозятся в ближайшее время решить несколько ключевых вопросов. Работа в сессионном зале начнется завтра и в планах у избранников, как минимум, новый глава Нацбанка. Кто выступает против кандидатуры, предложенной президентом, и почему в Раде заговорили о досрочных выборах? Все подробности в материале. После двух недель простоя в сессионном зале на Согласительном Совете подсчитывают, сколько законопроектов накопилось к рассмотрению. Цифра впечатляет. 2900 документов, которые предлагают рассмотреть на этой сессии. Их обсудят, если включат повестку дня. На предыдущих заседаниях список утвердить так и не сумели. Смогут ли на этой неделе уже зависит от политических настроений во фракциях. Мы сьогодні не слышим от коалиции о том, что на первом порядке данного должен быть антикорупционный суд. Потому что антикорупционный суд является загрозой. И все это на фоне шантажа. Шантажа дочасными выборами. Предыдущая парламенту, перед президентскими. Виявляется, есть такой ответ в Верховной Раде. Чутки, что коалиция образуется за то, что парламент не хочет принимать антикорупционный суд и распустится парламент. Это кого вы дурите? Что касается антикоррупционного суда, то в коалиции уже в который раз обещают разблокировать его рассмотрение и наконец-то внести в повестку дня. Я уверен, что сегодня мы должны проголосовать за включение в порядок дня и начать рассмотрение вопроса о создании антикоррупционного суда, где при рассмотрении этого вопроса должны выраховать все пропозиции Венецийской комиссии. Но главным на этой неделе, похоже, будут кадровые вопросы. Спикер обещает взяться за назначение Абудсвена и главы Нацбанка. В четверг вопрос запланировали рассмотреть. На этом неделе мы должны начать решить кадровые вопросы. И ни для кого не секрет, что наиболее подготовленным на сегодня есть вопрос о призначении нового руководителя Национального банка Украины. Это надважливый взгляд, как на нашу сотрудничество с международными партнерами. Будет заседание нашей фракции за участием пана Смолея, где народные депутаты получают возможность задать какие-то вопросы, поговорить стратегию развития. Правда, встречается потенциальный глава Нацбанка не со всеми фракциями. Я, как Смолей, не просил присутствовать с фракцией, не было такого желания. И если на сегодня позиция нашей фракции не голосовать за призначение руководителя Национального банка, потому что мы, как позиция, не имеем важных для того, чтобы потом контролировать, каким образом он будет поддерживать национальную валюту. Мы считаем, что звезд попереднего руководителя, пани Гонтареву, должен быть. Другое принциповое вопрос – это звезд уряду на следующий неделю. Уряд работает уже почти два года. То, что урядовцы хвалят одного, это абсолютно не отвечает тому, что про них говорит общество. Мы считаем, что уряд должен ответить, как он работал два года. А те фракции, где Смолей уже был, не готовы поддержать его назначение. И прежде чем усаживать кого-то в кресло, требуют большого отчета. Как и в Смолей, как я и сказал, это Гонтарева, а только в штанях. Поэтому наша команда не будет поддерживать Якова Смолея на посаду главы Нацбанка. Мы требуем ответа Гонтаревой в парламенте перед розглядом вопроса про ее отставку. Мы требуем, чтобы она прозвитывала за десятки знищенных банков, за миллионы людей, которые остались без заощаджений. И если ее будут освободить, чтобы это не произошло так, чтобы она спокойно пошла себе отставку и заняла посаду где-то за межами Украины, где ее будут прикрывать те, кому она в том числе створила тут надприбутки. Мы требуем создания тимчасовой следственной комиссии про деятельность Гонтаревой. Мы требуем расследования ее деятельности и притягивания ее к криминальной ответственности. За руйнацию экономики. И еще я хочу заявить, что наша команда не будет голосовать за новую кандидатуру, которую будет вносить президент на голову Национального банка. Спикер обещает, с отчетом Гонтарева выступить, и кадровые вопросы в спешке рассматривать не будут. Минимум полтора часа в рабочем графике уже отведено. Екатерина Лысенко, Владимир Самченко, Вадим Сверидонов. Подробности телеканал Интер.